смотрите как приятно закрывается дверь на ладе ниви и как она смотрится когда у нее есть порог шикардос да зачет а здесь у нас еще три интересных экземпляров пикап travel легенда не хватает только бронта и не хватает пятидверочки в исполнении легенды бронта чуть-чуть попозже подъедет сколько будет стоит и как автомобиль будет выглядеть мы еще конечно же узнаем чуть позже насчет преддверки ничего сказать не могу на сайте она висит а будет ли она в продаже пока никто не знает давайте познакомимся сладой нивы легендой исполнении urban здесь свои пластиковые бампера в них встроены противотуманки легкосплавные колесные диски на 16 дюймов имеет двухцветную окраску резина пирели scorpion atr в машине есть заводской кондиционер греется передний ряд сидений греются боковые зеркала боковые зеркал с электроприводом есть электростеклоподъемники в дверях любая трехдверная либо него легенда это у нас четырехместный автомобиль пятидверка будет уже пятиместным автомобилем него travel в прошлом семеном хорошо известный автомобиль лада лада него а перед ладо не вы это было шевроле него шевроле него сначала перед переименовали в ладу него а потом сделали рестайлинг и стали называть него travel машина с мультимедийной системой экранчик на портфизе это плюс к стоимости автомобиля 70000 рублей заводская опция врезаю фотографию мультимедийной системы посмотрели интересная да цвет обоих автомобилей называется неси 2 синий зеленый чем на улице светлей тем автомобиль зеленей чем на улице темнее тем машина будет синий выглядит темнее переходим к пикапу это лада него легенда бортовая платформа в исполнении оффроуд с кунгом еще выговоришь да такие комплектации пошли шикарные как у китайцев машина чем-то напоминает брондо здесь такой же оффроудовский внедорожный обвес расширители арок установлены резиновые также колесные арки подрезаны алюминиевые бампера и если присмотримся есть уже небольшой косячок вот здесь внимательно смотрим видите желтизну где вот арка подогнута начал ржаветь металл но это такое такое кузовное железо тут ничего не скажешь тут такой вот автоваз вам весь ржавеет почему не знаю легкосплавные колесные диски черный глянец на 15 высота 75 ширина 235 резина кама кабина на пикапе двухдверная пятиместная это обрезанная пятидверная него видим вставку сва оценивайте качество сварочного шва и на крыше накладка задней части приварена полурама раньше подвеска была пружина теперь подвеска рессорная нижняя рессора на состоит из шести листов подрессорники из трех листов колдун установлен регулятор тормозных усилий сам задний мост усилен накинуты косынки как на брондо и в общем то все очень че здесь интересного нет колдун стоит значит нет системы bs все просто грузоподъемность такого пикапа 750 килограмм это общая грузоподъемность вместе с пассажирами в салоне стоимость автомобиля rrc 1 миллион триста семьдесят четыре тысячи рублей но вот именно этот автомобиль продал уже за полтора миллиона рублей напишите в комментариях стоит этих денег или не стоит очень интересно услышать ваше мнение а самое главное почему к примеру стоит или почему не стоит то есть приведенные доводы охота прочитать они то что нет не стоит написать не стоит проще всего а вот почему не стоит там уже начинаются какие-то проблемы на этом друзья у меня все вот такой интересный пикап ладно него легенда исполнение оффроуд кунг